Всем привет! Вы смотрите Chemistry Today. Сегодня мы поговорим о самом загадочном, одном из самых неустойчивых оксидов азота, об азотистом ангидриде. Напомню, что ангидридами называют вещества, образующие при реакции с водой, кислоты, содержащий элемент в той же степени окисления. Так, оксида азота 3 со степенью окисления азота плюс 3 соответствует азотистая кислота HNO2. В школе об этом оксиде говорят меньше всего, и именно поэтому мы постараемся сегодня приоткрыть завесу тайны этого соединения, ведь за это видео мы успеем на него влюбоваться. Для начала скажу, что температура уплавления N2O3 равна 171 Кельвину, или минус 106 градусам Цельсия, а температура кипения 4,5 градусам Цельсия. Структура N2O3 выглядит как-то так. Вообще, глядя на такую структуру, опытный глазхимика не усомнится в нестабильности данного соединения из-за довольно длинной и слабой связи NN. Поэтому при комнатной температуре данный оксид просто не может существовать. Связь NN, разрываясь, как бы делит азотистый ангидрид на молекулы NO и NO2. Обращаясь к физической химии, мы можем найти такой параметр, как константы равновесия данной реакции. Она показывает соотношение между парциальными давлениями газов продуктов и газов реагентов. Так вот, при той же комнатной температуре газофазная реакция образования N2O3 из NO и NO2 характеризуется константой, равной 2 умножить на 10 в минус 20 степени. То есть термодинамика как бы заставляет реакцию проходить до такого состояния равновесия, чтобы N2O3 практически не осталось. Поэтому азотистый ангидрид устойчив только при низких температурах, то есть в твердом или жидком виде. Обычно для синтеза N2O3 температуру понижают с помощью смеси сухого льда с ацетоном или обычного льда с солью. Но мы, как всегда, решили поэкспериментировать и обратились к шиткому азоту, температура кипения которого минус 196 градусов по Цельсию. Честно говоря, это сыграло с нами злую шутку, о которой вы узнаете чуть позже. Для получения азотистого ангидрида, как вы уже поняли, логично использовать реакцию обратную его диспропорционированию, то есть сопропорционирование из NO и NO2. То есть получается, что нам желательно генерировать смесь газов NO и NO2 приблизительно в соотношении 1 к 1. Так и сделаем. Прибор по получению азотистого ангидрида выглядит так. Слева находится аппарат для получения смеси NO и NO2. Это колба с капельной воронкой и газоотводом. Этот газоотвод далее проходит через специальный сосуд, значение которого – осушение поступающих в него газ. От этого сосуда отходит трубка, ведущая к пробирке, в которой будет происходить синтез. Пробирка эта погружена в прозрачный сосуд дьюара. Вначале заполним сосудосушитель одним из лучших поглотителей воды, крупинками бесходного хлорида кальция. В круглую колбу реактор аккуратно поместим медную стружку, а капельную воронку заполним 50% раствором азотной кислоты. И, наконец, сосуд дьюара заполним жидким азотом, не капая вот на эти места, иначе процесс может закончиться печально, ведь стеклоп просто может не выдержать резкого перепада температур в слабых местах. Можно заметить, что спустя некоторое время азот перестал сильно кипеть, дьюар охладился до минус 196. Следующим шагом погружаем пробирку в азот и дожидаемся, когда температура ее сравняется с температурой жидкого азота. Что ж, поехали! Сразу видно, как азотная кислота, растворяя медь, образует так называемый лисий хвост. Это оранжевый газ, тиоксид азота, NO2. Но так как азотная кислота довольно быстро уходит в реакцию, ее концентрация падает, и теперь следующее ее количество восстанавливается преимущественно до монооксида азота, NO, который тоже начинает поступать в осушитель и далее в пробирку. После осушения газы, попадая в пробирку в азоте, то чажи охлаждаются и реагируют, образуя... хмм... что-то синее. Ну вроде как все, ура! Ведь это синее что-то и есть заветный азотистый ангидрид. Однако пока радоваться рано. Сначала при поступлении газа в пробирку действительно образовывался синий N2O3. И вот, даже капли видны. Но спустя некоторое время погруженная в азот часть пробирки приобретает зеленый цвет. Этот вопрос нас сильно заинтересовал, и мы начали искать информацию. Гринвуд в химии элементов действительно нам рассказывает, что при синтезе N2O3 может образоваться зеленый цвет из-за примесей оранжевого NO2, если за температурой не сильно следить. Типа оранжевый цвет NO2 и синий цвет N2O3 дадут вместе зеленый оттенок. Однако тут неувязочка. Условия эксперимента, описанные в данной книге, это рекомендованные автором минус 20 градусов по Цельсию. У нас же, напомню, минус 200, и при этом температуре весь оранжевый NO2 существует в форме бесцветного димера N2O4. Здесь можно осознать такую небольшую комичность момента. Ведь обычный эксперимент по синтезу N2O3 действительно проводит при минус 20 или максимум при минус 80 градусах Цельсия. Поэтому эту зелень просто никто не видел. И еще немного порывшись в интернете, мы нашли кое-что интересное. В апреле 1925 года выходит научная статья с громким заголовком New Nitrogen Oxides. В этой статье описывается эксперимент, похожий на наш, и его результаты. Она рассказывает нам о том, что при температуре меньше минус 186 градусов Цельсия возможна реакция между монооксидом азота, NO, который точно есть в нашей смеси, и кислородом с образованием зеленого твердого соединения. Объяснения тут следующие. Во-первых, молекула кислорода выглядит не так, как нас учили в школе. На самом деле, рассматривая O2 с точки зрения теории молекулярных орбиталей, мы приходим к тому, что она должна выглядеть вот так, то есть бирадикалом. В частности, этот оказывается уникальным свойством кислорода, его парамагнитностью, что было бы невозможно без присутствия неспаренных электронов. Так вот, это я все к тому, что кислород склонен присоединяться к другим молекулам, образуя пероксиды, которые при очень низких температурах, типа минус 200 градусов Цельсия, будут довольно живучими. Добавлю, что за несколько лет до апрельской статьи выходит еще одна, в которой рассказывается, что монооксид азота NO при температурах ниже минус 151 градуса Цельсия способен образовывать заметное количество как бы тройных молекул, они называются тримеры, вот такой вот структуры. Сам монооксид азота NO является радикальной частицей, поэтому логично, что его тример тоже будет радикальной частицей. Поэтому кислород, присоединяясь к двум таким радикальным частицам N3O3, способен образовывать интересные соединения тринитрозилпероксид, вот такой примерной структуры N6O8. И как раз он и является твердым веществом зеленого цвета. Что ж, весь этот материал достаточно интересный, и поэтому, если вы хотите его подробнее изучить, то ссылка на статью будет в описании. Но вообще я хочу напомнить, что в 1925 году еще никто не знал о такой вещи, как уравнение Шрёдингера, а значит и о квантовой теории строения атома. Поэтому может оказаться, что все исследования в апрельской статье вообще полная чушь. Но тогда вопрос про твердое зеленое вещество мне, к сожалению, придется оставить открытым. Поэтому, если вы найдете какую-то интересную информацию, обязательно пишите о ней в комментарии. Что ж, давайте наконец-то к опытам вернемся. После первой попытки получения загадочной зелено-синей смеси мы провели еще несколько. И вот, наконец-то, давайте на них посмотрим. В этот раз мы решили сначала заполнить колбу смесью Эной-НО2 и уже потом погрузить в азот. Как можно видеть, здесь наблюдается похожий эффект. А теперь давайте посмотрим, как азотический агитрид взаимодействует с водой. А здесь мы добавляем воду с метиловым оранжевым прямо в пробирку. Как можно заметить, метилоранж краснеет. Область перехода pH у него около четверки, а значит азотическая кислота образует раствор с pH ниже 4. Смотрите, по прошествии небольшого времени красный цвет уходит и метилоранж обратно желтеет. Тут вы наглядно видели, как распадается нестабильная, но средняя по силу азотистая кислота на ЭНО и ОНО2. А вот здесь мы положили пробирку, которую достали из жидкого азота, просто на стол. Видно, как быстро разлагается азотистенгидрид и зеленый нитрозилпероксиды на летучие окрашенные продукты. Вот, в принципе, и все, что я хотел бы вам поведать об азотистенгидриде. Пишите в комментариях, если вы хотите видеть еще видео про какие-то такие редкие вещества. И вообще, пишите, какие у вас есть предложения. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И на этом все. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok